Сергей Александрович, выборная кампания депутатов городского совета Сергея Посада уже на финишной прямой, остается буквально пару дней для того, чтобы еще провести какую-то агитацию. Дальше все, суббота, день тишины и 10 число это полностью на воле избирателей прийти, проголосовать, выбрать совет. Мне бы хотелось, чтобы вы немножко подвели какой-то итог той кампании, как вы ее увидели, какие вы выводы сделали, как она развивалась. Даже если посмотреть, кандидаты все по-разному агитировали, кто-то общался с народом, кто-то выбрал просто по квартирный обход, кто-то делал акцент на работу в социальных сетях, на каких-то печатных изданиях. На ваш взгляд, что продемонстрировала эта избирательная кампания? Избирательная кампания, если ее так можно назвать, она каким-то особенным образом проходила. Я бы не сказал, что я как избиратель, как житель Сергея Посада заметил какую-то острую конкуренцию, дебаты хотя бы заочные, какие-то осознанные по действительно вопросам, которые волнуют жителей. Мне жаль, но этого не было. Я бы так же не сказал, что было много какой-то грязи. Может быть, отдельные попытки некоторых хорошо знакомых друг другу и кандидатов что-то нехорошее рассказать. Ну так, в принципе, это все прошло довольно мирно и спокойно. Сейчас мы наблюдаем, что в последнюю неделю проснулись все те, кто мирно дремал время всю избирательную кампанию и решил в последнюю именно неделю показать, проявить себя. Какие-то лозунги выдвигают обещания, но я не уверен, что избиратели это услышат. Я все-таки человек не новый в такой политической работе, поэтому могу сказать, что такой упор на финишный рывок, если ты до этого ничего не делал, мне не кажется, что может принести какие-то дополнительные бонусы. Город у нас небольшой, все друг друга знают, люди достаточно неплохо научились разбираться в политике, в обещаниях и в пустых, в том числе, поэтому отреагируют, я думаю, 10-го числа адекватно. Если в целом говорить, то ничего особо нового мы не увидели, но вот как шла одна команда, кто-то ее называет моей командой, кто-то называет ее командой Единой России, командой власти в целом. Я сейчас говорю о тех 25 человек, которые были зарегистрированы от партии Единая Россия, они какую-то осознанную агитационную кампанию вели, в упрек своей я видел, в свой упрек я видел, слышал, они получали от оппонентов то, что вот нет единого какого-то стержня, нет какой-то единой идеи. Ну, это кроме улыбки такие обвинения ничего не вызывает, мы же ведь проводим не федеральную кампанию, мы выбираем местных депутатов, и поэтому вот эти глобальные басни о том, что надо все менять, надо все разрушить, нужно полностью там, ну и так далее. Вот эти вот глобальные лозунги, мне кажется, они просто смешно выглядят в данном случае, выступают какие-то бывшие мэры, агитируют, рассказывают, кому рассказывают, жителям, как было при них хорошо. Слушайте, ну, не надо смешить просто людей, мы все помним, как было раньше хорошо, жить время посадить, не надо. У всех свои списки, каждый, кто манит себя политиком, рассказывает про свои личные списки. То есть какая-то компания, к сожалению, на финишной прямой ушла опять вот в дебри гиперагитации. Мне кажется, в свое время город Сергеев-Пасад и участники политического процесса производили слишком много политики, и люди просто от нее устали. Люди просто хотят жить спокойно, выходя из дома, видеть чистый двор, приезжая в центр, видеть красивые и удобные скверы, парки, должно быть удобно гулять, легко дышать, должно быть место, куда пойти ребенку в школу, учиться не во вторую смену, а в первую, художественные кружки. Вот что хотят видеть люди. Вот об этом надо говорить, а не рассказывать о том, что мы сейчас изберемся и полностью перекроим бюджет и станет все хорошо, городской. Ребята, а вообще кто-нибудь из тех, кто сыплет такими лозунгами, вообще знает, что такое городской бюджет? Когда это, об этом говорят новички, молодежи много сейчас идет на выборы, я всех, на самом деле, люблю и уважаю, мне очень умилительно смотреть, когда они рассказывают, например, про работу с городским бюджетом. Мне кажется, надо бы для кандидатов провести ликбез о том, что городской бюджет из своих 900 миллионов рублей всего лишь, больше 800, это статьи, которые невозможно тронуть. Это так называемые социально защищенные статьи, это зарплаты, это софинансирование государственных программ, включая расселение ветхоаварийного фонда. Это деньги, которые невозможно поделить по-другому. Есть оставшиеся там 80, может быть 100 миллионов рублей, из которых, по-моему, миллионов 25, это театр Ковчег, миллионов 50, это деньги, которые идут в МБУ благоустройство, тут весь год они убирают город, там что-то, их очень мало, их очень мало, но они есть. Ну и, может быть, миллионов оставшихся там 30, 40, это то, что можно перераспределить. Вот об этом можно сказать людям, а не о том, что все будет по-другому. Не будет ничего по-другому. Все будет так, как есть. Кто бы из депутатов не избрался. Я сейчас о бюджете города. Очень популярен был вот в одной из групп, идущих на выборы, и радикально настроенных ко власти, вообще ко всему происходящему в стране и в мире, очень популярная теория и лозунг о том, что мы изберемся и сохраним власть в городе самостоятельной, объединения двух администраций района и города не будет. Господи, но юристы, может быть, что ли им послать? Людям надо объяснить, что это невозможно. Это решение принято, и депутаты в городской совет уже избираются под будущую схему работы без администрации власти, без администрации города. Власть будет единой. Мы к этому шли, и я знаю, что жители поддерживают вот такую нашу позицию. Поэтому лжи откровенные, или, может быть, скорее всего, даже лжи несознательные достаточно много, но вместе с тем кампания идет корректно, я бы сказал. Еще из веселых таких, я бы даже сказал, смешных событий в избирательной кампании, которых, конечно, было достаточно. Я сейчас не вспомню фамилию депутата действующего, который у нас традиционно избирается, по-моему, от Углича, что ли, который, стоя, который тут сильно защищал деревья в центре города, когда мы начали строить дорогу к храму. И вот он, знаете, на голубом глазу стоял и рассказывал, что вместо вот этого бульвара, красивого в центре города, мы бы построили, если бы власть была хорошей, два километра пешеходных дорожек, например, на Угличе. Знаете, вот так и хочется сказать, ну зачем же ты врешь просто, ну товарищ дорогой. Это строительство бульвара, это целевые деньги, которые даны городу именно на строительство конкретного объекта. И он либо будет, либо его не будет. А строительство тротуаров, это деньги городские. И вот давайте мы будем искать их в бюджете города, либо просить конкретно деньги у федерации, у региона на конкретное строительство пешеходных дорожек на Угличе, чем мы тоже, конечно, сегодня занимаемся. Но вот это вот подмена понятий, что в городе все хорошо, но мы бы вот эти деньги, вот там 10 миллиардов объезд, ремонт, больницы, а вот мы бы их по-другому тратили. Друзья мои, не тратили бы их по-другому, потому что их бы, и они или будут на эти объекты, или их не будет вообще. Вы хотите от них отказаться? Скажите тогда избирателям честно. Нам не нужен роддом, нам не нужен ледовый дворец, нам не нужна новая школа. Давайте закроем третью школу, которую мы открыли. Тоже потратили деньги, кстати, районные. Давайте мы разберем стадион «Луч». Целевые деньги районные были городу выданы на эти цели. Давайте западные объезды отменим, давайте восточные, давайте тоннельные будем, давайте ничего не будем делать. Все, что сегодня происходит в городе, это дано городу целевым образом районными властями, региональными властями. Губернатор нас поддерживает как никогда и федеральными. Вот что сегодня происходит. Тогда скажите об этом, пожалуйста, честно избирателям, что от этого мы откажемся. Такое уже было. И почему я упомянул какого-то из предыдущих глав, который здесь очень складно рассказывал басни, я слышал в каком-то ролике на ютубе, о том, что не надо делать благоустройство, нужно нам всем духовно обогатиться. Слушайте, давайте, я не возражаю. Только мы за то, чтобы все это объединить вместе и не прекращать работать в заданном направлении. А духовно обогащая друг друга, это не вопрос власти. Кидать и плевать мимо урны, власть не поможет от этого отвыкнуть. В общем и целом, вот такая, знаете, веселая компания, которая, конечно, с одной стороны забавляет, с другой стороны очень нехороший знак того, что оппозиция, эти люди, кто сам себя назначил, назвал оппозицией, они, конечно, в созидательном плане, к сожалению, не готовы вообще никак работать и ради вот таких сиюминутных каких-то, может быть, голосов избирателей готовы пуститься в любые невероятные истории и рассказывать нам здесь. Ну, когда это делают, еще раз говорю, молодежь, вот, начинающая, я еще понимаю, но когда уже политические пенсионеры этим занимаются, ну, это выглядит, конечно, уже не очень. И что такое вообще депутатская работа? Это контроль за деятельностью власти, это идея, выработка идей, стратегий, направления, когда ты действительно можешь что-то хорошее подсказать, а не носишь с идеей, у нас плохо, пойдем попросим деньги наверху. То есть, здесь должны быть люди, а, профессионалы в своей работе, такие люди обязательно должны быть в команде, б, люди, которых уважают, мнение которых, опыт которых, очень пригодится любому руководителю в исполнительной власти, людей, которых могут услышать, люди, которые определенными достижениями, в том числе, тоже обладают и уважением. Дальше, контрольная функция депутатов, правильность, точность, верность, своевременность расходования бюджетных средств, это тоже немаловажно. И так далее, так далее. То есть, команда, это когда люди дополняют друг друга, не могут быть все только профессионалами, да, нас упрекают, у вас бюджетники, учителя, ну да, а почему они не должны быть в команде? Почему заслуженные, серьезные директора с активной жизненной позицией школ не должны быть в совете или детских садов? Конечно, должны быть, и мы их там будем приветствовать. Промышленность, бизнес, такие люди тоже должны быть, но в том числе. И должны быть люди, которые работают на территориях. Вот у нас, например, один округ, Крементьевский. Я просто сам оттуда родом и очень хорошо знаю эту территорию. Так вот, если там депутаты пять лет работали, причем под словом работали, я не говорю, кричали о том, что давайте переделим бюджет, а их просто знают во дворах. Где-то лавочку помогли покрасить, где-то деревья подстричь, где-то какие-то людям текущие решить вопросы, так у меня нет никаких сомнений, что за них в подавляющем большинстве проголосуют. И такие люди, которые знают, как непосредственно каждый день помогать людям, такие тоже нужны нам в будущем нашем депутатском органе. То есть это как раз речь вот о команде. Пока, к сожалению, других команд я не видел. И вот эту команду я не стесняюсь поддерживать, но я не возражаю, чтобы с конкретными людьми со всей командой поборолись оппоненты. Но почему бы нет? Очень много достойных людей и среди иных кандидатов. Они в основном не врут, они спокойно ведут свою избирательную кампанию, но они не менее достойные. И мы тоже будем рады видеть их в будущем совете. А вот с теми, кто с популистскими ложными выступают, с ними потом-то проще всего работать. И они-то как раз без всяких проблем потом соглашаются поддержать любую позицию. Поэтому мы сегодня очень внимательно относимся и к самой компании, и к тем людям, кого мы поддерживаем. И в принципе за каждого человека, ну я вот лично, за каждого человека этой команды, я готов и лично агитировать в тех рамках, которые мне закон позволяет. И я знаю, что жители многих, многих поддержат.